но пожалуйста тепло поприветствуй нейта уилкокса хорошо просто маленькая вещь нам не был шнурок не фотографировать но пока я на сцене я даю согласие на то чтобы меня фотографировали да к сожалению стивен не смог приехать но он был большой частью этого так что надеюсь он это видит и я отдаю ему должное хорошо так что у меня есть общий обзор слушать вопросы в предыдущем выступлении было довольно весело вроде как зука мой разведчик поэтому я хотел немного рассказать об этом выступлении расскажи о икнорд стар потому что именно так мы ориентируемся на то что мы выбираем и расставляем приоритеты и это как бы определяет цели которые мы ищем в работе которую мы делаем мотивация я вероятно могу пропустить кое-что из этого потому что звука довольно хорошо их описал я расскажу о том какой процесс мы предпринимаем так что это путешествие в котором я не появляюсь с предложением у меня не обязательно есть много ответов на вопросы но я определенно заинтересован в их изучении тогда мы поговорим о доказательстве ставки как мы думаем чего мы хотим для скаш мы действительно хотим знать хотят ли другие люди того же самого так чего же мы хотим от протокола proof of stake а затем я просматриваю кучу высокоуровневых функций протокола proof of stake о которых я знаю которые затрагивают конкретные проблемы с каш о которых нам следует подумать и как я вижу это в отношении с каш а потом будущая работа впереди много работы а потом вопросы и ответы посмотрим как далеко мы продвинемся о я только что добавил этот слайд так что у меня есть это конкретная мыльница это маленький холм на котором я вроде как хочу умереть но я думаю что это может быть проигранная битва поэтому я всегда стараюсь говорить производитель блоков в целом когда говорю о любой инфраструктуре которые участвуют в консенсусе для завершения транзакций и я не называю это валидатором и причина в том что для меня валидатор это любой узел который должен проверять согласованные правила и я определенно не хочу систему proof of stake в которой только производители блоков проверяют правила консенсуса так что в идеале каждый защищенный легкий кошелек должен быть полноценным валидатором вот куда я думаю мы должны двигаться с каш и любым другим блокчейном поэтому я надеюсь что ты присоединишься ко мне в этой небольшой лингвистической активности просто скажи продюсер блока да мы посмотрим насколько успешным будет это движение хорошо да я вроде как упоминал об этом но мы находимся на ранней стадии этого процесса так что как упоминал звука в эфириум это был процесс продолжительностью 7 или около того лет я думаю мы можем быть намного короче если не будем изобретать все заново и так цель этого выступления и того где мы находимся просто дать всем понять о чем мы думаем важные решения в области дизайна таковы и мы получаем отзывы и обсуждения по этому поводу от всего сообщества а также проверяем не упускаем ли мы чего-нибудь так что пока мы проходим через этот процесс разработки конкретного предложения для доказательства доли мы как бы делаем это с вовлеченным сообществом все время так что мы приходим к чему-то где нет неожиданности и мы вроде как знаем где консенсус итак полярная звезда эк это вырезанное и вставленное сообщение в блоге здесь много чего есть но я думаю что просто хочу подвести итог сказав что мы хотим действительно хорошего пользовательского интерфейса для скаш для зек мы хотим чтобы люди могли приобретать и использовать его без каких-либо разрешений мы хотим чтобы у них было много вариантов того как его использовать и с кем взаимодействовать с помощью скаш и мы особенно хотим убедиться что зек устойчив к захвату цензуре унижению потери и поэтому когда мы думаем о proof of stake мы хотим убедиться что мы как бы укрепляем эти цели я как бы прошелся по каждому из них и мысленно составил небольшую легенду о некоторых аспектах протокола proof of stake которые нас волнуют итак это масштабируемость экономика и то что я называю устойчивостью чтобы увидеть как они соотносятся с каждой из наших целей north star я собираюсь пройти через это но проанализируйте это и скажите нам считаете ли вы что это имеет смысл и согласуется похоже что наши исследования и стремление к доказательству ставки следует этому высокоуровневому видению скаш ладно мотивации зука затронул здесь общую картину есть одна вещь о которой я хотел упомянуть в связи с устойчивостью так что есть компромиссы между доказательством работы доказательством доли и другими протоколами но одна вещь которая меня очень информирует это то что я увидел как майнинг действительно важен и полезен для распространения скажем биткоина на ранних стадиях и это было особенно важно для населения и уязвимых режимов с денежными проблемами и что мы видели в обоих примерах так это то что как только эта деятельность достигла определенного масштаба авторитарные режимы могли легко найти людей занимающихся добычей полезных ископаемых посмотрев на их следы власти а затем просто конфисковать их оборудование или заставить их продолжать его эксплуатировать и платить режиму так что для меня это своего рода пример отказа от устойчивости в отношении майнинга proof of work поскольку это так сильно связано с производством энергии это как бы ограничивает тех кто может это делать тебе нужен доступ к производителям энергии а это крупномасштабные операции которые централизованные отчасти уязвимы хорошо итак у нас есть такое представление об этом процессе чтобы перевести с каш на proof of stake и прямо сейчас мы находимся только на ранней стадии проведения исследований итак я занимаюсь в основном техническими исследованиями а также мы проводим маркетинговые исследования и исследования пользователей надеюсь мы будем делать больше этого по мере продвижения потому что мы хотим понять что означает proof of stake для пользователей как выглядит пользовательский интерфейс чего они хотят или в чем нуждаются особенно извлекая уроки из своего опыта работы с другими протоколами которые существуют сегодня а мы еще даже не дошли до стадии подготовки предварительных предложений это то к чему мы хотим прийти в ближайшее время и мы хотим провести действительно совместный процесс со многими заинтересованными сторонами вокруг скаш рассматривающими и уточняющими эти предложения по мере продвижения к четвертому шагу где мы закрепим это в предложении по улучшению скаш а затем посмотрим получим ли мы консенсус сообщества и похоже не будет это риск например разрыва цепи или другой катастрофы а затем мы можем перейти к внедрению и развертыванию а еще есть эта большая банка с червями до которой я еще даже не доберусь вот в чем вопрос как нам перейти от существующего доказательства работы с каш к доказательству доли потому что это сложная проблема так чего же мы хотим от протокола proof of stake я всегда начинаю с UX так что в конце концов действительно важно что пользователи могут делать скаш и как это выглядит как они понимают что они делают и какие проблемы или недостатки связаны с этим подходом итак у нас есть две большие цели UX мы хотим чтобы любой пользователь защищенного кошелька мог участвовать в получении прибыли от ставок делегируя полномочия производителем блоков и мы хотим чтобы это делегирование было простым так например было бы очень хорошо если бы этот поток UX был просто стандартным в каждом кошельке и он был одинаковым в каждом кошельке так что независимо от того какой кошелек вы используете у вас есть эта опция доступная для вас и потом мы также хотим иметь низкий финансовый барьер для входа так что буквально это означает что если ты захочешь в идеале ты мог бы делегировать ZEC на 1 доллар и получить от этого прибыль есть некоторый предел способности протокола поддерживать делегации но это как бы устанавливает планку для эффективности части протокола касающейся делегирования мы действительно заботимся о совместимости поэтому часть нашей программы Nordstar сделать ZEC доступным и пригодным для использования в самых разных ситуациях и очень очевидный низковисящий плод для этого просто подключение к остальной криптосфере это относительно проще чем подключиться к реальной экономике мы действительно хотим делать и то и другое но обеспечение совместимости как можно скорее и раньше и обеспечение того чтобы протокол проверки состояния к которому мы стремимся облегчал это действительно важно для нас здесь есть еще один кусочек итак есть такое свойство называемое завершенностью и оно проявляется в нескольких местах и я расскажу об этом позже но если протокол имеет окончательность это делает взаимодействие со многими другими блокчейн системами намного проще и безопаснее итак отсутствие ограничений в инфраструктуре или это то что я ранее называл устойчивостью мы хотим убедиться что новые производители блоков могут появиться и участвовать в равных условиях поэтому мы хотим насколько это возможно избежать того чтобы существующие производители блоков могли помешать новым участникам мы действительно хотим чтобы это оставалось без ограничений чтобы могла быть свободная конкуренция и это помогает защитить например работу сети от захвата да так что это как-то связано со второй пулей мы хотим убедиться что любой может стать новым производителем блоков и существующие участники не смогут этому помешать третий который приятно иметь это то что производители блоков могут работать и реагировать в конкурентной среде значит это напоминает истории шахтеров в иране и венесуэле если это вообще возможно было бы неплохо если бы мы могли защитить людей которые предпочитают делать это в таких местах мы хотим дать им наилучший шанс сделать это одновременно защищая себя а потом токеномика большая проблема заключается в том что мы хотим чтобы эмиссия была приемлемой для скашерс и здесь возникает большой вопрос как мы узнаем что приемлемо для скашерс но один простой ответ заключается в том что если что-то не меняется это вероятно приемлемо для большинства скашерс и мы не хотим никакой катастрофической динамики и я поместил здесь терра луна и это вроде как очень очевидный пример для многих людей особенно в ретроспективе но я думаю что есть еще много потенциальных случаев подобных этому когда могут возникнуть неуправляемые петли обратной связи или другие проблемы которые могут вывести систему из строя при ударе или каком-то неожиданном событии и мы хотим быть осторожными в этом так вот зука упомянул что если вы делегируете ставки игрокам то для людей есть своего рода естественный способ использовать свои монеты чтобы выразить свое мнение и это довольно распространено в некоторых протоколах proof of stake и во многих дефи иметь токены управления где управление как бы связано или ограничено последующим голосованием с помощью этих токенов я думаю что это интересная идея но я думаю что было бы ужасно либо посвятить себя этому либо просто перейти к этому когда у нас уже есть практически функционирующее управление которое работает годами и постоянно совершенствуется так что как я это вижу я действительно заинтересован в использовании протокола если это возможно чтобы позволить людям сообщать о решениях или мнениях о вещах но мы не должны на мой взгляд изменять наше официальное управление чтобы быть привязанными к этому но возможно использовать это в качестве источника информации здесь есть еще одна хитрость связанная с отсутствием ограничений и децентрализации мы хотим убедиться что можно сделать разделение цепи это звучит довольно забавно но это философия которой мы придерживались с самого начала в нашем первом обновлении под названием оува винта целью этого было сделать разделение цепей более безопасным для людей и причина в том что это своего рода базовый уровень управления для блокчейнов как в худшем случае если какой-либо другой уровень управления или неуправления например в таком случае как может быть биткоин если что-то пойдет не так и есть значительное население которое просто не может договориться о том какими должны быть правила консенсуса одна из фундаментальных ценностей блокчейнов на мой взгляд заключается в том что цепочка может разделяться и люди могут запускать код который они хотят запустить и это может быть хаотично и рынок разберется с этим но наличие такой возможности на самом деле является фундаментальной вещью которая я думаю лежит в основе легитимности блокчейнов и гарантирует что они являются консенсусными и добровольными тогда как и в случае зрелости если мы можем мы предпочитаем находить протоколы которые уже существуют в реальном мире и проверены в бою так что они вроде как проверены и есть уверенность в том что они работают правильно нам нужна сильная теоретическая поддержка особенно в таких областях как анализ безопасности и мы стараемся избегать ненужных инноваций так это на самом деле похоже на то когда мы запустили с каш у нас было несколько похожих подходов или евристик поэтому мы решили что давайте просто возьмем биткоин сохраним почти весь дизайн таким же и просто добавим эту защищенную функцию передачи и это вознаграждение основателей и мы не собираемся менять механизм консенсуса или кривую выпуска или что-то в этом роде и одна из причин в том что если доказано что это работает в другом месте зачем рисковать инновациями в области которая не является ключевой отличительной особенностью особенно для с каш а потом типа ставки на стол ты же знаешь что это должно быть безопасно без каких-либо ограничений нам бы хотелось иметь хорошие свойства масштабирования так что если в этом списке чего-то не хватает или вы обеспокоены или у вас есть вопросы по поводу любого из этих маркеров обязательно разместите сообщение в r&d с каш или в дискорд хорошо и так остальная часть разговора основная часть разговора сводится к тому чтобы представить различные аспекты разработки протокола proof of stake которые представляют собой своего рода высокий уровень и общую картину и подумать о том что это будет означать для с каш итак первое что всплывает здесь заключается в том что в консенсусных протоколах существует фундаментальный компромисс как для подтверждения работы так и для подтверждения доли между чем-то что называется окончательностью и доступностью или иногда динамической доступностью и поэтому это компромисс ты должен выбрать одно или другое ты мог бы попытаться объединить их вместе и например эфириум ту делает это но мы действительно должны подумать о лежащем в основе компромиссе здесь и о том к чему мы должны стремиться и так в конечном счете гарантия которую вы получаете заключается в том что если вы отправите транзакцию и она будет завершена протоколом то эта транзакция никогда не будет отменена так что это действительно здорово потому что тебе не нужно беспокоиться о том чтобы думать о глубине подтверждения блока Тебе не нужно беспокоиться о том, что кто-то заплатит тебе, а потом ты отдашь им лодку, или машину, или что-то еще, а потом транзакция будет отменена Как ты вернешь лодку, или машину, или кофе? Итак, мы считаем, что это хорошо для коммерции, и это обеспечивает согласованность и ожидание, что все пользователи смогут понять и объединиться вокруг И это, как правило, хорошо с экономической точки зрения Недостатком является то, что протоколы с окончательностью могут остановиться, потому что в конечном счете способ гарантировать, что транзакции не могут стать незавершенными Это убедиться, что достаточное количество производителей блоков подписывают тот факт, что транзакция является окончательной И если такого рода кворум производителей блоков не находится в сети, недоступен или не отвечает, у сети нет другого выбора, кроме как остановиться Чтобы избежать непоследовательного завершения, скажем, транзакций с двойными расходами Так что это довольно большой недостаток С другой стороны, динамическая доступность, примером которой является Proof of Work, имеет разные компромиссы, поэтому она не останавливается Это никогда не останавливается Если ты отправляешь транзакцию, она может попасть в блок, и другие блоки могут начать складываться поверх этого, и поэтому вы можете увидеть некоторый прогресс И тогда компромисс заключается в том, что блоки можно вернуть, и у тебя вроде как есть Ты можешь вероятностно догадываться о том, насколько это вероятно, но это всегда возможно И многие вероятностные рассуждения содержат кучу предположений, скажем, о мощности майнинга, о том, сколько времени прошло, и тому подобное И если какое-либо из этих предположений по какой-то причине на самом деле не соответствует действительности, то это было бы довольно ужасно, как нарушение безопасности Эти откаты могут быть намного больше, чем кто-то мог ожидать Так что же мне думать об этом для Zcash? Во-первых, это кажется в значительной степени ортогональным или отдельным от основной функциональности Zcash по хранению и передаче защищенных активов Так что, похоже, мы могли бы выбрать любой вариант, и мы все равно могли бы подключить, скажем, протокол Orchid, и кошельки работали бы в основном одинаково Так что давай посмотрим Да, я собираюсь сделать краткое изложение помимо текста, потому что я хочу сравнить две отрицательные стороны двух случаев Итак, худший недостаток динамически доступных, таких как Proof of Work, заключается в том, что у вас может быть длительный откат И он может быть удивительно долгим из-за какого-то другого недостатка Допустим, ты знаешь, что есть прорыв в доказательстве работы, и злоумышленник может использовать это для отката, скажем, биткоина И они могут откатить биткоин примерно на шесть часов, верно? Итак, вопрос в том, что будет делать сообщество Что бы сделало децентрализованное, неограниченное сообщество в ответ на это? Ответ не ясен, но допустим, если это займет шесть часов, люди могут согласиться И давайте предположим, что другая проблема обнаружена и устранена Так что люди могут согласиться просто принять этот откат и просто перейти к новой вещи теперь, когда другая проблема устранена И, возможно, большинство людей сочтут это приемлемым Но что произойдет, если этот откат составит вместо шести часов, скажем, неделю Сейчас, что происходит? Все ли сообщества примет откат или люди не согласятся? А если люди не согласятся, что произойдет? Я думаю, что одна из возможностей заключается в том, что происходит разделение цепочки, и одна из них такая Мы принимаем этот откат, а другая говорит, что мы этого не делаем И если ты продолжишь так думать, если откат это последний год транзакций, то, возможно, большинство людей скажут На самом деле мы не принимаем этот откат Давай придумаем что-нибудь еще Это похоже на тот, который мы все видели, который нам всем нравился и который мы считали реальным Так что размышления об этом режиме сбоя подчеркивают, что существует проблема с координацией Теперь, если мы подумаем о режиме сбоя конечных протоколов, сеть остановится Есть другой вид режима сбоя, и это значит, что тебе нужно перезапустить сеть В сети Proof of Work или динамически доступной сети для этого есть действительно хорошая история Как если бы каким-то образом все майнеры просто остановились в один прекрасный день, допустим, они потерпели крах, потому что у всех у них одна и та же ошибка Самый первый майнер, который выяснит, как это исправить и перезапустит, имеет огромное преимущество, потому что у него будет весь хешрейт, и его доход будет огромным Итак, все шахтеры независимо друг от друга мотивированы на то, чтобы встать и работать как можно быстрее И как только появится один майнер, из-за динамической доступности, сеть может начать обработку транзакций с помощью завершающего протокола Когда это прекратится? Это потому, что нет кворума производителей блоков, доступных и онлайн И как же ты перезапускаешься после этого? Тебе нужно, чтобы кворум был доступен и онлайн, и они должны координировать перезапуск Так что это, на мой взгляд, действительно большая проблема, потому что, поскольку им нужно координировать свои действия, существует риск, который не является неограниченным Например, кто координирует это, может быть набор производителей блоков, которые были в последнем известном состоянии А что, если кто-то из них злонамерен или отказывается координировать свои действия? И кроме того, что если есть другие люди, которые могли бы быть продюсерами блоков, которые хотят сделать перезапуск И которые более компетентны, более доступны и более готовы Было бы действительно здорово, если бы мы могли найти способ включить перезапуск без разрешения Так что даже с этими компромиссами я все равно предпочитаю окончательность, потому что я думаю, что в режиме без сбоев, как и при стандартном поведении во время выполнения Преимущества для пользователей лучше И надеюсь, большую часть времени цепочка существует в режиме без сбоев, и поэтому мы хотим как бы максимизировать выгоду для пользователей большую часть времени Но я все еще действительно заинтересован в решении этой проблемы с перезапуском без разрешения В последней пуле здесь говорится о чем-то называемом протоколами приливов и отливов, и я почти уверен, что S2 можно считать одним из них Итак, это протоколы, которые в основном пытаются сделать и то, и другое Итак, у них есть динамически доступный подпротокол, который создает блоки А затем у них есть другой подпротокол, который завершает блоки, вроде как после того, как они были созданы А теперь это может быть полезно для перезапуска, потому что динамически доступный протокол может перезапускаться без координации Но у него есть другой вид странного режима сбоя, когда, если завершающий протокол не может скоординироваться для перезапуска, но динамически доступный протокол продолжает работать Что делают пользователи? У тебя такие же проблемы с координацией? Это похоже на действительно большие откаты биткоинов, когда некоторые пользователи могут быть, некоторые пользователи могут сказать Давайте просто придерживаться динамически доступного протокола, отныне не беспокойся об окончательности А другие пользователи могут сказать, нет, 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 нам действительно нужна окончательность, и мы отказываемся выполнять ваш депозит, пока он не будет окончательным И так экономика станет как бы менее последовательной Так что это многообещающе, и мне любопытно, сможем ли мы, возможно, адаптировать их таким образом, чтобы они были предназначены только для перезапуска сети каким-то образом И каким-то образом избежать того, что разные пользователи могут запутаться в том, принимать транзакции или нет Мы действительно видели это в эфире Умту, где их динамически доступный супротокол Забыл название, но недавно у него был откат, и этого не должно было случиться Но это действительно произошло, и об этом много говорят Но насколько я понимаю, ни одна из гарантий, ни одного из подпротоколов не была нарушена Таким образом, окончательность не была нарушена, но люди все равно считали это проблемой Потому что они предполагают, что многие пользователи будут полагаться на транзакции, которые не являются окончательными И поэтому мне это кажется потенциально очень дорогостоящим, потому что разным пользователям нравится, если я собираюсь отправить вам транзакцию Нам обоим нужно договориться о том, когда решать, прошел ли перевод или не прошел И если у разных людей разные убеждения или предположения, это действительно будет препятствовать способности совершать сделки О боже, я, наверное, должен попытаться пройти через это быстрее Хорошо, значит следующая функция, это огромная функция Когда мы впервые упомянули, что у нас были эти мотивы для перехода на Proof of Stake Изрядное количество твиттеров, комментирующих случайные твиты в твиттере Которые, как правило, пишут только меньший, как бы ограниченный набор повествований Привели к одному общему повествованию, которое я считаю просто неправильным, где они просто предположили, что Proof of Stake означает нет Ограничения на выпуск или что-то в этом роде, свободные ограничения на выпуск или дискреционный выпуск, или что-то в этом роде Так что, по сути, по их мнению или в этом повествовании, доказательство доли означает отсутствие четкой недискреционной политики выпуска, и я не думаю, что это правда Поэтому я думаю, что для сообщества действительно важно много говорить о выпуске Но вокруг этого определенно есть проблемы Так что, если у вас более высокая эмиссия, это означает, что тот, кто делегирует или делает ставку, получает более высокую номинальную доходность Значит, они получают больше токенов в ответ на то, сколько токенов они разместили Так что это может сделать его более привлекательным в некотором смысле Но ведь этому есть какой-то предел, верно? Если эмиссия похожа на то, что все предложение увеличивается в 10 раз каждый год, тогда если вы ставите, это кажется потрясающим, потому что вы ставите один зак А в следующем году у вас будет 11 или что-то еще Но на самом деле это не работает экономически, потому что предложение резко возросло Так что нам следует ожидать, что обменный курс значительно снизился И это то, что, как мне кажется, сбивает с толку многих людей, особенно вокруг большого количества подобных мошеннических токенов А также более высокая скорость выдачи хуже для пользователей, которые не делают ставок И я думаю, что действительно важно, чтобы мы не переоценивали ставки Поэтому я думаю, что ставки будут действительно важны и могут быть ценными для многих пользователей Но просто владение ZEC и транзакция ZEC имеют решающее значение и являются своего рода фундаментальной ценностью, поэтому мы не хотим делать это слишком дорогостоящим Если мы пойдем другим путем и снизим выпуск, у нас возникнут некоторые проблемы в обратном направлении Так что если эмиссия намного ниже, тогда меньше неудобств быть обычным пользователем, который просто держит или тратит И номинальная доходность ниже, но скорость, с которой увеличивается предложение, также ниже Так что просто при том же уровне спроса, мы могли бы ожидать, что более низкая ставка страхования приведет к тому, что биржевая цена будет снижаться намного медленнее Чем при высокой ставке выпуска, когда биржевая цена может быстро снижаться для данной единицы Хорошо, значит мы должны найти этот баланс И Зука упомянул об этом предложении, которое мы опубликовали под названием Фонд Потомства И цель Фонда Потомства состоит всего лишь в том, чтобы обеспечить основу, которая могла бы сохранить тот же лимит предложения в 21 миллион долларов И примерно тот же график выпуска И одна из причин, по которой это может быть полезной основой для принятия Proof of Stake заключается в том, что она обеспечит ясность и ограничения в отношении того, как мы можем изменить выпуск при переходе на Proof of Stake Так что если мы собираемся осуществить переход на Proof of Stake и есть что-то вроде Фонда Потомства Мы бы вероятно сказали, что существуют ограничения, заключающиеся в том, что переход на Proof of Stake не может изменить структуру Фонда Потомства Потому что это своего рода цель этой структуры, и это могло бы обеспечить ясность и определенность для пользователей ZEC Последняя часть здесь заключается в том, что есть и другие подобные макроэкономические проблемы, связанные с выпуском, которые мне трудно понять Потому что у меня нет экономического или финансового образования Но я думаю, что они все еще очень важны А эти как бы общие даже не для Proof of Stake, а для всей криптовалюты И поэтому один вопрос заключается в следующем Допустим, у вас есть блокчейн, и в нем есть система Proof of Stake И если ты разместишь свои средства в системе Proof of Stake, ты номинально получишь 10% прибыли в год Но есть действительно потрясающее приложение DeFi, которое дает вам доходность в 30 или 20% Просто положи это сюда И поэтому я называю это лунной атакой, потому что это то, что обещали Terra и Luna И самое неприятное, что это просто не было устойчиво Но это вроде как не имело значения И это в некотором роде может ухудшить безопасность сетей с доказательством ставки Потому что люди, которые в противном случае могли бы решить разместить ставку, вместо этого поместили бы ее в этот карточный домик И это своего рода экстремальный пример Но давайте предположим, что есть еще одна вещь, приносящая доход, которая не обязательно является карточным домиком Может быть это гораздо меньший риск Это имеет большое значение Есть причина, по которой это существует, и это должно существовать И так уж получилось, что он платит по более высокой ставке, чем обычная ставка возврата ставок Это может быть опасно для безопасности протокола Proof of Stake И на самом деле есть статья об этом от Gondola 3 Search, где им понравилось стахастическое моделирование и представьте, что есть цепочка со ставками, и в нее есть одно приложение DeFi Что происходит, когда нормы прибыли растут или уменьшаются между ними В принципе это было нехорошо, когда доходность DeFi опережала доходность ставок Это своего рода более конкретный вопрос более общей проблемы Что если вы можете получать более высокую прибыль в целом в любой точке экономики? Почему вы решили сделать ставку? И поэтому я думаю, что есть экономический анализ, который мы должны продолжать анализировать И я думаю, что мы также должны уделять много внимания другим мотивам людей для ставок, помимо чисто финансового Но это все еще что-то на моем радаре И кстати, я думаю, что доказательство работы в основном имеет много подобных проблем, но возможно это менее очевидно Может быть временные рамки длиннее, так что возможно люди еще не заметили этого так сильно Я уже немного говорил о том, как это может быть применено к Zcash Одна деталь заключалась в том, что если у нас будет фонд потомства или что-то еще в этом роде, мы могли бы заключить соглашение о том, что мы собираемся ограничить эмиссию чтобы она как бы следовала первоначальной кривой биткоина грубо если мы это сделаем, возникнут некоторые проблемы, основанные на том, что я только что сказал на предыдущем слайде потому что, что если это ограничение требует, чтобы эмиссия была ниже, чем как предполагает экономический анализ, было бы безопасно так что у меня пока нет ответа на вопрос, так это или нет так что это будущая работа, в которую нужно обязательно углубиться О, это касательное к фонду потомства Zcash вот изображение в этом есть, по сути, две особенности во-первых, он поддерживает ограничение поставок в 21 миллион ZEC а справа это был бы мир с фондом потомства единственное заметное отличие это то, что стрелка вверх называется депозиты так что это открыло бы дверь для того, чтобы, как и другие виды сборов в протоколе, в основном выплачивать будущие вознаграждения за блок а не просто сразу непосредственно несовершеннолетнему но опять же, это касательное это не является специфичным или обязательным для Proof of Stake но я все же думаю, что это может быть полезной основой, которая поможет нам приблизиться к переходу на Proof of Stake упрощая некоторые части по ходу дела, чтобы мы не изобретали весь мир заново сразу хорошо, конфиденциальность очень важна для Zcash это как раз тот случай, когда суммы ставок должны быть публичными по целому ряду причин, насколько я знаю итак, во-первых, ты хочешь знать, например, сколько поставлено на карту за каждым производителем блоков, чтобы иметь некоторое представление о распределении между производителями блоков чтобы понять их контроль над консенсусом подобно тому, как вы хотите узнать относительные скорости хэширования различных пулов майнинга и некоторые протоколы Proof of Stake могут иметь что-то под названием слэшинг где вы собираетесь наказывать производителей блоков за неправильное поведение и если ты это делаешь, тебе нужно видеть, что протокол должен быть в состоянии забрать эти средства в случае сокращения, что похоже на штраф, но даже больше я думаю, действительно важно, чтобы широкая общественность знала, что это происходит, и знала, когда и какой производитель блоков, и за сколько потому что им нужно решать, насколько полагаться на этого производителя блоков есть нечто, называемое делегированием, на что я как бы намекал но да, если ты собираешься делегировать свой зэк другому производителю блоков, чтобы получить прибыль в то время как им нравится большая часть работы, ты вроде как просто поддерживаешь их финансово это немного похоже на то, как если бы ты внес свой минор в пул миноров ты хочешь знать, сокращается ли этот производитель блоков, потому что ты, возможно, не захочешь продолжать поддерживать их, потому что они либо некомпетентны, либо злонамеренны так что те, которые, я думаю, должны быть публичными, но многое, многое другое может быть частным в отношении ставок так что некоторые примеры могут быть такими, как сетевая конфиденциальность вокруг производителей блоков, а также источники истории размещения позиций или размещения влигаций так что для СКАШ, я чувствую, что есть относительно простой способ объединить экранированные функции со ставками я говорю, относительно просто, но в этом есть некоторая сложность но в основном идея заключается в том, что облигации это публичные суммы, и они связаны с производителем блоков, но нет никакой истории, связанной с ними и с их когда они будут выведены, они должны исчезнуть обратно в защищенный бассейн так что ты можешь думать об этом как о чем-то вроде T-адреса, за исключением того, что это T-адрес, с которым не связан адрес и ты ничего не можешь сделать, кроме как повторно экранировать его я думаю, что это относительно просто и имеет довольно приличную конфиденциальность, так что это просто своего рода предложение соломенного человека я бы хотел получить больше отзывов об этом хорошо, делегирование, я немного говорил об этом, но идея в том, что у вас может быть протокол, который говорит и, если вы хотите быть производителем блоков, вы должны напрямую участвовать в консенсусе и создавать блоки и это единственный способ вернуться, чтобы получить хоть какую-то отдачу от ставки значит у тебя должен быть какой-то кол, ты должен запустить этот узел, ты должен совершить это служение, ты получишь отдачу проблема в том, что я думаю, что многие люди хотят отдачи, но они не хотят выполнять свою работу и я думаю, что это разумно, потому что я думаю, что быть продюсером блоков, это как специализированный навык и это потребует такой же самоотдачи и времени и если протокол это не поддерживает, это все равно произойдет и это произойдет в плохом смысле так что третьим сторонам нравятся биржи, это очень естественная вещь для биржи, они могут сказать эй, мы запустим кучу производителей блоков, просто внеси свои средства на наш счет мы позаботимся об этом за тебя и дадим тебе большую часть прибыли и люди этого хотят, на это есть спрос так что если протокол не поддерживает делегирование, на мой взгляд, это хуже для децентрализации и я думаю, что мы должны отдать когда есть спрос на что-то, мы должны включить это таким образом, чтобы максимально защитить пользователей в протоколе, если это возможно так что наше предпочтение было бы следующим мы действительно хотим встроить делегирование, и это имеет много подобных эффектов второго порядка например, если в протоколе нет делегирования, но биржа предлагает сервис, который Exchange контролирует весь конвейер юзабилити итак, ты заходишь на их веб-сайт, у них есть меню на их сайте после того, как ты вошел в систему, ты делаешь то, что они от тебя хотят, и они возвращают тебе деньги и они контролируют производителей блоков если это встроено в протокол, гораздо более вероятно, что все кошельки будут обеспечивать стандартный пользовательский интерфейс и это хорошо для обоих пользователей, потому что теперь у них есть одинаковый опыт выбора разных производителей блоков так что если у них будет больше выбора между производителями блоков, это определенно то, что мы хотим включить и это также хорошо для производителей блоков потому что производителям блоков не нужно придумывать, как мне добавить этот пользовательский интерфейс, чтобы заставить пользователей делегировать мне средства И затем еще одна очевидная деталь, которую я пропустил о том, насколько это безопаснее для пользователей, заключается в том, что протокол может помешать производителям блоков контролировать средства пользователя, за исключением очень ограниченных способов. Значит, производители блоков не могут брать средства пользователя, тратить средства пользователя и так далее. Они могут использовать эти средства только для того, чтобы как-то повысить свой вес в протоколе, так что похоже, это определенно то, к чему мы должны стремиться. Я вроде как уже говорил об этом И я также снова привношу сюда частную жизнь, о которой я уже говорил Хорошо, режу У тебя мог бы быть протокол, в котором не было бы сокращений Примером может служить биткоин доказательство работы Или у тебя может быть протокол, в котором есть сокращение И сокращение это если протокол может обнаружить плохое поведение, которое может быть злонамеренным или некомпетентным Он может уничтожить или найти средства, которые были размещены этим субъектом Итак, я предпочитаю иметь порезы, и причина в том, что мы хотим сдерживать плохое поведение Но это действительно имеет важные последствия Так, например, если производитель блоков сокращен Это, вероятно, применяет штраф за сокращение к любому, кто делегировал ему полномочия Так что это означает, что делегирование ZEC в такого рода протоколе Proof of Stake производителю блоков сопряжено с риском Ты присоединяешься к этому блокчейн-продюсеру в рискованном стремлении заработать прибыль, и поэтому ты хочешь иметь возможность положиться на них Значит, ты хочешь найти производителя блоков, который был бы компетентным и заслуживающим доверия, и это важно для понимания пользователями Если у нас есть такая система, причина, по которой прямое наказание производителей блоков за плохое поведение действительно полезно Заключается в том, что оно специфично для плохого актера Так что в системах без урезания, таких как биткоин, если у вас есть второстепенный плохой актер, худшее, что может случиться, это то, что они упустят некоторые награды за блок И поэтому, чтобы компенсировать это, чтобы упущенные награды за блок чувствовали себя плохо и были сдерживающим фактором, награды за блок должны быть большими Если вознаграждение за блок станет маленьким, это препятствие исчезнет Как будто это не так уж плохо, если ты пропустишь какое-то время Так что сокращение, я думаю, это способ стимулировать производителей блоков таким образом, чтобы это могло потребовать более низких вознаграждений, что означает меньшую эмиссию Это означает, что ты получаешь услугу безопасного завершения блоков Как пользователь, ты получаешь эту услугу за меньшие деньги Для скаш одна вещь заключается в том, что это снова ортогонально любой из экранированных функций Многие из них таковы, но они по-прежнему важны для наших решений относительно скаш Так что по сути единственное, что касается экранированной функциональности, это конфиденциальность при размещении ставок, насколько я могу судить Так что это означает, что как сообщество, мы можем выбирать между множеством этих вариантов дизайна Деривативы или часто называемые жидкие ставки Так здорово Если ты размещаешь зэк в системе ставок, чтобы получать прибыль, это закрыто Причина Это заперто Есть несколько причин, но одна из причин может заключаться в том, чтобы сделать его доступным для нарезки Если ты сделаешь это, ты не сможешь им воспользоваться Это дорого стоит Кто-нибудь спрашивает Зука, как количественно оценить эту стоимость Я не обязательно знаю, как количественно оценить эту стоимость, но есть эквивалентная стоимость и доказательства работы Когда вы должны использовать свои токены для покупки оборудования или энергии Так что деривативы этой идеи типа Эй, почему бы тебе не передать свои токены мне? Я умелый Дэнди, надежный продюсер блокбастеров И я обещаю, что меня не порежут И если ты дашь мне x жетонов, я дам тебе x нейт баксов И надеюсь, ты сможешь что-то делать с нейтом баксом Например, обменивать их на бирже или что-то в этом роде Мне трудно рассуждать о деривативах, но на них, безусловно, существует высокий спрос И один из ярких примеров был бы в эфириум В эфириум тоже нет встроенной поддержки протокола для любого вида производных И поэтому третьи стороны начали предлагать различные типы деривативов И это действительно легко себе представить Тебе не нужно делать ничего технического Ты можешь просто сделать обмен, скажем, делегировать свой зэк моему производителю блоков И я выдам тебе обменные доллары Это даже не обязательно должно быть на блокчейне Все, что имеет значение, это то, что в этом есть какая-то ценность Ты можешь что-нибудь с этим сделать Это стоит больше, чем ноль Люди действительно этого хотят Так что я снова думаю, что это еще один случай, когда я думаю, что мы должны поддержать это в протоколе по тем же причинам, что и делегирование Если мы поддержим это в протоколе, это выровняет игровое поле для производителей блоков Так что им не нужно придумывать, как добавить механизмы выдачи И им не нужно придумывать UX для всего этого верно Так что если это поддерживается в протоколе, опять же кошельки могут обеспечить стандартный пользовательский интерфейс А теперь вопрос в том, хороши они или плохи для протокола Это довольно сложно, я еще не знаю Так что есть несколько хороших аспектов Так, например, если ты можешь поставить 10 зэков на кон и нет никаких деривативов, это закрыто Если ты можешь выложить 10 зэк и получить 10 нейт-зэк, и будет какой-то обменный курс Или ты можешь сделать что-то с нейтом-зэком, ты можешь сделать это и извлечь из этого пользу И ты не потерял свои 10 зэков Пока нет порезов, и ты зарабатываешь награды Так что это даже лучше, верно? Ты получаешь эти два преимущества Так что поскольку есть эти два преимущества Возможно, более вероятно, что люди захотят разместить свои средства на ставке Так что это поощряет размещение большего количества монет на кон, что повышает безопасность сети Так что они кажутся хорошими Еще есть аргумент, что люди этого хотят Так что если они этого хотят, это в некотором смысле хорошо Но мне сложно думать о стимулах Так что есть всевозможные экономические проблемы второго порядка Так что если ты можешь получить производную ставку нейт-зэк Если ты делегируешь мне 10 зэков, я даю тебе 10 Нейт-зэк, ты идешь на биржу и продаешь 10 нейт, зэк за зэк Потом ты возвращаешься и передаешь мне этот зэк И я даю тебе еще немного Нейт-зэк, ты можешь продолжать это делать И это рычаг давления И это превращает рычаги в ставки Так что леверидж пугает меня Потому что, как мы недавно видели, с гигантской волной событий по снижению левериджа в криптовалюте Это может иметь внезапные непредсказуемые последствия Есть одна вещь в такого рода рычагах воздействия, которая лучше, чем фиаско Терра Луна Я продолжаю поднимать этот вопрос, но это такой драматичный пример Серьезно Так что с деривативами для ставок базовый зэк по-прежнему является базовым видом криптовалюты, которая похожа на токен на предъявители или что-то в этом роде И усиление, которое ты делаешь, не является усилением какой-то ответственности, как это было во многих вещах Дефи Так что я думаю, когда ты наращиваешь пассивы, все может стать еще хуже Но это все равно то, за чем нужно следить У меня заканчивается время Дай мне посмотреть Деривативы для скаш Я думаю, мы должны стремиться к ним, но я не уверен, что с производными, если это зависит от времени и прочего Возможно, имеет смысл иметь более простой протокол, который мы сначала активируем, а затем начинаем добавлять функции Может быть, это был бы один из них Действительно важная вещь в деривативах заключается в том, что они требуют нескольких активов Так что если у нас есть что-то вроде ЗАС, это может стать строительным блоком Итак, теперь нам нужно выяснить хорошо, что представляют собой эти две дорожные карты и каковы их относительные сроки, чтобы иметь возможность начать отвечать на подобные вопросы Так что ладно, это было похоже на экскурсию по высокоуровневым функциям Proof of Stake, которые, я думаю, действительно важны для нас, чтобы разобраться Я мог бы пропустить некоторые области высокого уровня, так что свяжись со мной в Дискорд или где-нибудь еще Значит, будущая работа? Впереди так много работы, так что я вообще не говорил о переходе Как нам перейти от скажешь Proof of Work, Proof of Stake Это похоже на целую беседу или несколько само по себе И у нас также до сих пор нет какого-либо конкретного четкого предложения Есть много разных идей, но я не вникал в это Я вообще-то ожидал, что мы поговорим об этом более конкретно, но поскольку Стивен не смог прийти, этого здесь нет И еще есть куча вещей, которые, как я говорю, не должен понять Я чувствую, что другие люди в индустрии, возможно, в этом зале уже лучше разбираются в некоторых вещах Так что я на самом деле мало что знаю о динамически доступных системах Proof of Stake Я вроде как просто сосредоточился на своих предубеждениях, таких как окончательность До сих пор проблема с перезапуском сети без разрешения все еще остается для меня большой открытой проблемой, и я хочу учиться у любого, кто знает об этом И потом я все еще не имею четкого представления о том, как ставки эмиссии взаимодействуют с безопасностью Или о каких вещах второго порядка нам следует беспокоиться при размещении деривативов Так что если ты хочешь помочь мне с чем-нибудь из этого, пожалуйста, пожалуйста Мне нужна большая помощь Хорошо, так что это тур Верно, вопросы от Discord У нас почти не осталось времени, так что давай попробуем разобраться с ними побыстрее Чего ты больше всего боишься в связи с перспективой перехода с кэст от Proof of Work к Proof of Stake? Самый большой страх О, это хороший вопрос Это похоже на я не знаю, я чувствую, что это вопрос из игрового шоу Да, самый большой страх Я тревожный человек, поэтому у меня все время возникают всевозможные страхи по поводу самых разных вещей Но я думаю, что один страх был бы похож на план или процесс перехода Это занимает много времени или недостаточно мотивировано, чтобы мы добавили эту сложность с целью добраться до этого острова Proof of Stake Но то, что мы видим на практике с маркетплейсом, похоже на то, что некоторым пользователям это нравится, а другим нет И что теперь нам делать? Мы собираемся завершить переход Здесь будет развилка? Неужели мы просто будем вечно поддерживать эту более сложную вещь, не добившись некоторых преимуществ? И я тоже думаю так же, как с эфириумом Прямо сейчас идут разговоры о подобном доказательстве работы вилки Я не знаю, насколько это будет важно, но я надеюсь, что мы сможем избежать такой путаницы На наш вопрос, ты знаком с дизайном Penumbra Proof of Stake? Слегка Я немного знаком с дизайном Penumbra Proof of Stake, и когда я говорю немного, я просто понимаю, что он обладает некоторыми свойствами конфиденциальности Я не помню конкретных, но я думаю, что это может быть что-то вроде Если вы делегируете полномочия производителю блоков, у вас есть строгая конфиденциальность в сети Это все, что я могу вспомнить на данный момент Следующая часть вопроса заключалась в том, есть ли какие-либо функции из этого дизайна, которые вы хотите или не хотите использовать для самого Scash, но вы не слишком знакомы с ним Прошло много времени с тех пор, как я перечитывал документы Penumbra, может быть полгода или год, но все, что я прочитал, показалось мне действительно потрясающим И поэтому я вроде как хочу почерпнуть из них все, что мы можем, если это покажется хорошей идеей Я действительно думаю, что могут быть некоторые вещи, которые они сделали, где я бы предпочел более простые вещи, например, использовать более стандартные вещи Потому что, возможно, требования, которые я хотел бы для конфиденциальности, были бы менее строгими Или да, хорошо Последний вопрос Что происходит с экосистемой Scash, когда она теряет майнеров? Был ли проведен анализ затрат и выгод, чтобы гарантировать чистую выгоду? Это действительно потрясающий вопрос Мы не проводили такого рода анализ, но именно такой анализ мы хотим провести В самом начале, когда я упомянул процесс, я упомянул исследования, и там было несколько категорий, но две были маркетинговыми исследованиями и исследованиями пользователей Мы определенно хотим провести такой анализ Когда мы перешли, когда сеть естественным образом перешла от неэзик майнингу на эзик Это пришло с рынка, а не от населения И это вроде как случилось, когда это случилось, и мы в конечном итоге никак не отреагировали на это Так что это в основном происходило на рынке, и позже мы увидели различные анализы, которые показали, что в Scash было много участников, которые занимались майнингом на ГПА И многие из них, вероятно, просто ушли И так, мы потеряли много пользователей Так что это очень унизительный опыт, и мы хотим провести своего рода исследования рынка, чтобы узнать, произойдет ли это, и избежать этого любой ценой И это все, на что у нас есть время Да, спасибо Давай встанем и нить, большое тебе спасибо Спасибо